3 ноября в Кузбассе торжественно открыли мемориал воину-освободителю. Монумент посвящен боевой доблести всех сибиряков, которые сражались в Великой Отечественной войне. Комплекс дополняют стенды с именами Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы из 12 субъектов Сибири. Я бы очень хотел, чтобы вы передали вот эту память о наших великих героях, героях Кузбасса, героях Сибиряка. Передали всем последующим поколениям, своим детям, своим внукам, своим правнукам. А сейчас, чтобы вы рассказывали об этом комплексе своим друзьям, своим знакомым. Рассказывали о том, что отсюда, с этой площади, ушли все наши ребята на специальную военную операцию. Все без исключения. Вот именно на этом месте. Многие из вас, наверное, кто-то и присутствовал на церемонии проводов. Но именно с этого места мы провожали всех наших ребят. И здесь мы будем всех наших ребят встречать. Почетному караулу присвоено имя Николая Ивановича Масалова, который 30 апреля 1945 года в центре Берлина спас немецкую девочку из-под обстрела. Теперь 15 лучших юноармейцев региона посменно будут нести здесь в вакту памяти. В торжественной обстановке губернатор Кузбасса передал копию знамени Победы ребятам, а юноармейцы, в свою очередь, пообещали исправно нести службу. Со следующего года будет составлен единый график дежурства для поста номер один и почетного караула. Таким образом, выходить в почетный караул к мемориальному воину-освободителю смогут ребята со всех районов Кемерово и даже из других муниципалитетов Кузбасса. В зимний период ребята будут дежурить только в знаменательные даты истории России. 3 декабря – день неизвестного солдата, в день Героев Отечества, в день ввода советских войск в Афганистан, в день снятия блокады Ленинграда. А с марта 2023 года караул будет заступать на пятидневную вакту памяти.